Я знаю, что у вас график загруженный очень, поэтому давайте начнем с вопроса о том, изначально почему вы выбрали науку, почему выбрали химию, и, может быть, кто-то подтолкнул вас к такому выбору или что-то подтолкнуло? Я думаю, что это было такое время, в тот момент, когда я заканчивала школу, примерно до окончания моей школы, как раз Советский Союз развалился, Кыргызстан стал независимой страной, и во всем вот этом сумбуре, во всем вот этом беспорядке, который как бы вокруг происходил, страна разваливалась, система вся разваливалась, наверное, в какой-то степени мне хотелось чего-то такого более системного, ну, что-то, как это сказать, солид, что-то более конкретное, да, что, на мой взгляд, мне казалось, что оно как бы не развалится там, если какая-то политическая система поменяется там или что-то произойдет в стране, и я думаю, что, наверное, из-за этого я захотела пойти в науку. А родители и их поддержка какую-то роль сыграли? Родители немножко меня не понимали в тот момент, потому что в тот момент у меня мама по образованию этнограф-историк, папа прошел через искусствоведение, и как бы, да, мои родители немножко не понимали меня в тот момент. Мама все пыталась меня направить в журналистику, в психологию, в политику, там вот такие вот предметы более... Что-то гуманитарное, да? Более гуманитарное, да. Но я как бы на своем настояла, потому что я знала, что я хотела пойти в науку. Есть стереотип о том, что у мужчин более такой математический, логический склад ума, а вот женщины как раз-таки больше гуманитарии. Так ли это на самом деле? Нет, это не так. Уже было очень много показано, очень много было проведено научных экспериментов, где было показано, что такого на самом деле нет. Просто есть люди, они могут быть женщиной или мужчиной, которым дается немножко легче такие предметы, как математика, физика, химия, да. А есть люди, которым даются легче, допустим, искусство, может быть, писать, да, может быть, говорить лучше там и так далее. То есть люди. Здесь деления нет на женщины или мужчины на самом деле. Поэтому это неправильно, я думаю. Это очень такой неправильный стереотип, который, к сожалению, все еще используется у нас очень часто. Просто еще получилось так, что намного больше мужчин в науке, и из-за того, что больше, такой стереотип возник, что мужчинам дается это намного легче. На самом деле это не так. Любая женщина, которая хочет заниматься наукой, абсолютно спокойно может заниматься наукой. Здесь не надо никакого специального таланта на самом деле. В науке очень-очень много креатива. К сожалению, очень часто, когда нам дают, когда нам преподают эти предметы, этот креатив нам не показывается. Нам просто показывается вот этот вот бокс, да, в котором формулировка, да, и нам говорят, вот выучи там это уравнение там или вот так, вот так, вот это какой-то там феноментом и так далее. А вот самого понимания, да, оно как бы не дается нам хорошо. И из-за этого многие люди считают, что наука суха, да, неинтересна. Это первый стереотип, который мне очень не нравится. И второй стереотип – это то, что говорят, что женщины не могут заниматься наукой, потому что, опять же, из-за того, что вот наука как бы считается неинтересной, да, многие женщины как бы отворачиваются от науки очень рано. А в каком возрасте это происходит, вот это отторжение? Это очень интересный вопрос. Здесь по этому поводу я читала очень много литературы научной, потому что у меня две девочки, две дочки. И я как раз смотрела, в каком возрасте вот это вот отторжение происходит. Самое интересное то, что первое отторжение происходит примерно где-то, когда им 5-6 лет. Это очень рано. В тот момент, оказывается, происходит именно такой вот переломный момент, когда девочки вдруг до 5 лет, да, они так же, как и мальчики, им даешь тяжелую какую-то задачу математическую, они решают ее без проблем. А вот после 5-6 лет девочки начинают говорить, о, это мне немножко тяжело, может быть, мальчики решат лучше, да? Я, честно говоря, думала, что дискриминация женщин в науке, она больше присуща таким более консервативным странам, там, бывший Советский Союз, Центральная Азия, что вот в основном дискриминация идет там. Но когда почитала статистику, цифры, поняла, что, в принципе, по миру везде такая ситуация. Вот расскажите чуть подробнее, с какими видами дискриминации вам приходилось сталкиваться, в том числе и за рубежом. Со всеми практически. А дискриминация женщин в науке, к сожалению, присутствует во всех странах. Она просто немножко проявляется в разных формах. Ну, допустим, здесь, в Великобритании, в европейских странах, сейчас она намного более прикрыта. То есть здесь как бы нету такого, что прям в лицо тебе могут сказать, что-то такое очень сексистское. Я могу пример привести. Вот недавно, допустим, я разговариваю с... Меня познакомили с одним коллегой. И я так радостно с ним познакомилась. В общем, мы с ним поразговариваем по Zoom. Все идет нормально. Вдруг ни с того ни с сего он говорит, вот я устраиваю конференцию скоро. Хотел бы тебя пригласить на конференцию. Ну, я так обрадовалась. Думаю, прекрасно. Я радостно приду на конференцию, выступлю. И вдруг ни с того ни с сего он мне говорит, нам сказали недавно, что у нас очень мало женщин на конференции. Нам нужно больше женщин. Как только он это сказал, я думаю, ужас, какой кошмар. То есть меня просто приглашают из-за того, что я женщина. Не из-за того, что я ученый, а из-за того, что я женщина. Ну, я так спокойно сказала, хорошо, ладно, простите, но я не смогу прийти. Я отказалась. Хотя на самом деле я очень хотела попасть на эту конференцию в самом начале. Вот эта вот дискриминация постоянная, она присутствует везде. Ну, может быть, в какой-то степени некоторые коллеги, может быть, скажут, о, ты слишком чувствительна к этому сейчас. Может быть, надо было сказать «да», согласиться и пойти на эту конференцию и так далее. Ну, много лет, много лет я как бы на это абсолютно не обращала внимания. То есть, конечно же, раньше, когда я была студенткой, например, или когда я была постдоком, постдок – это такая работа по контракту на год, на два. То есть я постоянно боялась за свою работу, боялась, как на меня посмотрят мои супервайзеры и так далее. То есть я никогда об этом особенно и не говорила. И если меня кто-нибудь вот так приглашал, то я как бы спокойно, молча шла бы, да, там и так далее. И молча бы все это делала. А сейчас уже как бы получается, я дошла до такого момента, что на самом деле я уже не могу не обратить на это внимание, потому что это постоянно встречается, постоянно везде. И если мы не будем на это обращать внимание, если мы не будем об этом говорить, я думаю, что оно так и будет продолжаться. Правда же? И вот эта вот ситуация, она будет не только как бы на мне сказываться, но и на будущем поколении, поколении девушек, которые сейчас приходят только в науку. Прекрасно было бы, если бы государство на это обратило внимание, потому что, посмотрите, у нас население между женщинами и мужчинами 50 на 50, ну примерно 50 на 50 процентов, а мы используем только всего там 10 или 20 процентов женщин в науке. Это же просто ужасающе. Это мы, значит, просто не используем людей, которые могли бы этим заниматься спокойно, без проблем. Это просто вот как бы выбрасывание на ветер каких-то ресурсов. Эти же женщины же обучались же в университете и так далее. То есть они профессионально подготовлены это делать, и вдруг мы их не используем. На индивидуальном уровне тоже, я думаю, что очень много можно сделать. Например, мужчины, коллеги, если бы они перестали как бы очень часто, допустим, использовать вот такие вот приемы, там трики, да, допустим, они между собой, между мужчинами иногда собираются, и женщинам не говорят, что происходит и так далее, да. Ну вот есть вот такие варианты, да, Old Boys Club называется, да, где вот мужчины иногда собираются, женщин не приглашают. Вот с этим тоже можно было бороться, но нужно обязательно, чтобы мужчины тоже с этим боролись. Также еще на индивидуальном уровне обязательно необходимо, чтобы более старшее поколение, допустим, вот я, да, и люди старше меня, кто уже прошли через всю эту систему, да, и мы уже знаем, насколько тяжело женщинам прийти в науку и еще остаться в науке, да. Я думаю, что обязательно необходимо помогать более молодому поколению говорить об этом открыто, в первую очередь, потому что обязательно нужен диалог вначале, обязательно, как бы, acknowledging, да, то есть сказать, что да, действительно, это есть на самом деле, и с этим необходимо бороться. И на индивидуальном уровне еще можно с этим бороться так, что, допустим, если... Вот сейчас, например, да, если я какой-то коммент слышу от кого-то, да, от мужчины насчет какой-то женщины в науке, да, я обязательно... Раньше бы я промолчала, а сейчас я обязательно говорю этому мужчине, ты знаешь, что не надо об этом говорить или не надо так говорить, так нельзя говорить. То есть обязательно calling out, это необходимо на индивидуальном уровне. Как часто вы слышали о том, что у вас не женская профессия? И от кого? Ну, все реже и реже, честно говоря. Да, когда я училась, очень часто, после учебы тоже, да. Честно говоря, чаще, наверное, в Кыргызстане, чем здесь. Здесь иногда я все еще это слышу. Последний раз, кто мне об этом говорил, я делала интервью недавно. Да, я это делала интервью, и вот там комментатор мне об этом сказал, да. То есть здесь намного реже уже. А какими словами это обычно говорят? Ну, это чаще всего бывает от мужчин, это в виде шутки очень часто. И, допустим, шутка типа того, что you are so smart, да, вы такая умная, да, тут, как вы попали в науку там, ну, вот такие вот ха-ха-ха там и так далее. То есть вроде бы ничего негативного, да? Да, вроде бы не негативное, но в то же время как бы укол иногда бывает, да. Как вы сейчас воспитываете своих детей? Как вы боретесь со стереотипами? С первой дочкой у нас здесь, здесь в Великобритании очень развита вот эта вот индустрия розовая-синяя, да, синяя, все синее идет мальчику, все розовое идет девочке, да. Здесь абсолютно даже невозможно, ну, хорошо, не буду говорить невозможно, очень тяжело купить для девочки, там, допустим, платье синего цвета, а для мальчика, там, допустим, кофточку розового цвета очень тяжело, это надо искать просто-напросто, да. У нас с самого начала все, ну, комнату мы покрасили в желтый цвет, у нас не было розового-синего. Почти вся одежда у нас была очень микс, у меня очень часто, допустим, мамашки, да, когда мы гуляли с моей дочкой, да, мы говорили, ой, какой у вас прекрасный мальчик. Говорю, нет, это не мальчик, это девочка. О, она в синее же одета. Я говорю, ну, а что, девочке нельзя в синее быть одетой. Потом все игрушки у нас абсолютно были разного цвета, на самом деле моя дочь, первая, она до семи лет не знала, что такое принцессы, абсолютно. Потому что мы ей не показывали диснеевские фильмы, мы не говорили никогда о принцессах, мы покупали ей постоянно всякие конструкторы, лего там и так далее. В самом начале обе девочки мои, когда они были в садике, воспитательницы там, допустим, часто им говорили там, допустим, о, тебе надо выглядеть красиво, да, там, допустим. Как только вот такое мы что-то слышали, мы сразу, сразу пытались все это побороть. И мы всегда стараемся говорить им об этом, постоянно говорим. Допустим, старшая у меня уже абсолютно тренированная, да, она даже вот иногда видит иногда по телевизору, да, или где-то видео, да, там, допустим, где вот какие-то стереотипы возникают, она тут же начинает говорить, это плохо, да, допустим, это ненормально, да, то есть у нее уже абсолютно это натренированное, натренированный глаз на это. И она, что мне нравится, она об этом говорит. Младшая еще не совсем натренирована, но ей всего 5 лет, но я надеюсь, что мы с этим попытаемся бороться. Еще что самое главное, я пытаюсь привить моим дочкам, это то, что когда мы говорим о том, кем они станут, допустим, моя старшая уже начала говорить, ей сейчас 11 лет, она уже начала говорить там, когда я вырасту, я буду там. Хоть кого она говорит, да, допустим, там, ученый, не ученый, там, художник, у нее много уже было, доктор, да, там. Я всегда ей говорю первое. Хорошо, ты можешь быть, кем ты хочешь быть, тем ты будешь. Хорошо, самое главное, мы тебя поддержим. Я знаю, что вы и к маленьким ходите, девочкам рассказываете о науке, и в том числе и в менторских программах участвуете. Вот что самое главное, чего, может быть, школа им не говорит или родители не говорят, а вы вот можете сказать. Я думаю, что очень важно верить в себя, в свои силы. Наука дает прекрасную платформу для креатива, прекрасную платформу для достижения полного своего потенциала. Она очень дает много свободы, свободы мысли, да, свободы, допустим, действий. И в этом смысле для девочек особенно это просто прекрасная сфера, где можно хорошо как бы развиться и получать удовольствие от этого. Достичь самовыражения, да, самовыражения и достичь своего полного потенциала. Спасибо вам огромное за интервью, что уделили время. И вообще спасибо, что вы есть. Спасибо. Успехов вам. Спасибо.